сегодняшний наш сеанс с учителем я хотел бы посвятить теме потери близкого человека нас слушают люди потерявшие близких сердце каждого кто потерял близкого человека остается огромная пустота которую нечем заполнить ощущение одиночества оставленности и с нашей земной точки зрения смерть несправедливо начать я хотел бы с осознания общего замысла почему вообще так устроено в воплощениях души на земле что люди чувствуют боль когда теряют близких зачем это нужно чтобы не было отношения вроде идут 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 такие уже энергии налажены нужен какой-то всплеск но если это брать просто в космическом в общем абсолютно в общем космическом смысле не не брать там вот этот человек и моя проблема а просто общий космический смысл нужны постоянные постоянные всплески чтобы энергия которая вся вот общая энергия она постоянно как-то взбодривалась перемешивалась не текла одной такой монотонной уже болотистой такой рекой для этого вот все эти эмоции но если просто в общем это все эти эмоции нужны всякие разные эмоции этот всплеск пойдет пусть даже вниз но энергия так взболтается этот пойдет вверх всплеск энергия так взболтается в результате энергия постоянно кипит постоянно ну общая вот такая земная общая она постоянно движется кипит мешается перемешивается процесс идет если не будет никаких всплесков ну как бы быть застой не будет идти процесса основная цель это чтобы процесс вот этот вот шоу жизнь на земле вот это такой общий общий смысл а вот эти всплески они зачем душе именно что они дают душе нет то воду у каждого это дальше уже лично и у каждого это уже у каждого лично по своим там по своим задачам по своим планам это уже лично у каждого а если брать просто в общем в общем плане что земля и космос эти всплески нужны для эти всплески нужно чтобы не застаивалась общая энергия в общем это нужно для вот чтобы весь процесс энергии чтобы энергия вся просто циркулировала двигалась и застаивалась вся общая энергия которая идет между землей космосом тонким планом общего тонком плане всплесков нет где этажа не должны происходить где-то движение должно быть ты с этим человеком находишься есть так сказать с этим человеком постоянно неразлучно находишься уже много времени ты же не будешь скакать от радости от этого соответственно что нет как бы движение такого нет именно движения энергии не любой всплеск это вот уже вызывает какое-то колебание нет то есть если в общем в общем смысле брать именно нужны вот эти колебания и колебания которые земли идут они будоражат всю энергию и космоса и определенного почти не всего космоса вообще которая земли энергия доходит и тонкого плана который тоже касается земли ну вот это вот это если так сказать вот этой сферы который касается земли а уже у каждого человека это именно этот всплеск энергии он то есть у каждого человека уже не воспринимается как всплеск энергии только в общем смысле у каждого человека это уже по программе так что как что придумали изначально то есть у кого-то это может быть кармическим у кого-то узел у кого-то узел для ушедшего у кого-то где ушедшего у кого-то урок для остающихся кто-то просто решил что я не хочу ну если решил не сейчас решила когда воплощался и я не хочу жить до старости я хочу идти молодом возрасте вот допустим он просто сам для себя так решил что я хочу идти молодом возрасте вообще изначально не хочу вот этим тащиться стояком там болеть или что-то а уже его родственники они допустим отрабатывают тоже свои задачи в этой ситуации кому-то нужно именно действительно действительно для того чтобы узнать про этот весь тонкий мир узнать всю эту систему кому-то и для этого тоже нужно это как бы звучит толчок может быть это звучит грубо и со стороны земли цинично ну сверху это так вот что кому-то нужен толчок для изучения миром миропознание вот и вот поэтому такой толчок да ну то есть да вот еще почему усиливаются эмоции да потому что человек не осознает картину мира после смерти надо есть для многих смертью заканчивается вообще существование и как раз вот недостаток информированности да то чем мы сейчас делаем сеанс вот он влияет на силу переживания и поэтому оперированность все равно ничего не даст хоть ты десять раз все знаю и стопроцентно эмоции будешь испытывать и тоску здесь земной будешь испытывать и чувство одиночества и пустоты до и тогда вот свете этого вопрос то есть действительно ведь не любое знание не перебьет эмоции на что действительно помогает что нож как обещает какое должно быть отношение что может помочь как пережить боль утрат развивать до свою чувственность развивать если тем если ты без этого не можешь жить если ты не можешь в основном помогает время в основном но если ты на земле не можешь без этого все таки ушедшего человека жить значит развивай свою чувственность и этот канал он есть но ты его не чувствуешь развивай чувственность чтобы чувствовать от канал вот и тогда это переводит нас к следующему вопросу про связь да то есть сегодня все лучше и лучше становится связь с тонким миром то есть разные из методов самогипноз и гипноз и просто там мыслях и так далее и чувствование на вот это обычно так скажем обычное экстрасенсорное чувствование и поэтому да вот многие спрашивают как я могу установить связь душой возможно ли это то есть возможно ли это и как человеку найти лучший способ для себя ну во первых первое почему все это сейчас происходит первое в общем плане нужно воспринимать как вот сфера которая включает всю землю околоземное пространство земный космос и тонкий план который относится к земле именно потому что дальше уже тонкий план который относится к другим планетам другие планеты космос это все не закрытая сфера но все равно как-то же надо определить вот в этой сфере если все это с тонкого плана смотреть это все-таки пластичная перетекающая энергия и почему сейчас эти все знания как-то так столько много знаний потому что нужно больше чтобы эта энергия перемешивалась не была конкретно отдельно вот земная энергия здесь внизу космическая энергия наверху тонкого плана там где-то там в каком-то месте неизвестно третьем а именно сейчас нужно чтобы это все вместе больше перемешалось и более было более все однородно что с тонкого плана легче приходить на землю а земли легче приходить на тонкий план для этого это все перемешивается чтобы дальше в дальнейшем если так сказать было закрытая пространство люди больше все-таки только вокруг земли находить находились души большего в земле притягивались ну которые перешли из земли а дальше будет более свободно и гораздо легче будет душам путешествовать уже в другие миры они не будут так формат уровень вот я вот перешел я на этом уровне сижу здесь в этом месте гораздо более свободно все будут путешествовать для этого нужно чтобы расширилась эта энергия которая была только земли и вот этот как бы так сказать сфера которая земля и околоземное пространство чтобы она расширилась поэтому знания эти все и приходят вот это вот этот плантовый скачок которым это и есть это вот что будет именно все эти знания почему так сейчас массового в народ пускаются с эволюции земли так скажем с расширением энергии человечества расширением энергии что что сфера которая была на более условно так сказать замкнута что души находились вот здесь а но в расширится и будут более свободно перемещаться люди без могут свободно перемещаться ну в смысле так на энергетическом плане не физически конечно же мысленно там телепатически свободно перемещаться на другие планеты души смогут совета перемещаться то есть поэтому поэтому сейчас эти знания открываются для каждого конкретного человека ну вот связь установить с душой со своей родственной душой связь есть и так это просто ну тут никакой по другому просто надо знать что она есть что она в любом случае есть все равно не порвется не там но при этом душа может улететь очень далеко ты находишься на земле твоя родственная душа может улететь очень далеко и вроде бы ты можешь не чувствовать связи но это не ты не чувствуешь потому что ну то и земные чувства так ограничены поэтому не чувствуешь то есть как бы твоя проблема что ты не чувствуешь а связь она все равно есть но это с родственными души с неродственными душами вместе хочешь связь установить на тогда уже применять конечно специальные специальные средства так ну вот допустим у человека ушел из жизни близкий родственник и что ему можно посоветовать то есть как искать налаживать связь то есть обращаться с специалистом или как-то самому что-то делать куда дальше сейчас работает в общем-то работает все и самое больше работает тут во что ты веришь что больше всего работает работает все на самом деле но это очень сложно земли понять все каналы но они не то что все каналы открыты ну какой ты канал возьмешь что ты будет работать не то что там постоянно допустим кто-то в эту вещает в эту по транскоммуникации смысле кто-то бесконечно что-то вещает куда-то ну если тебе это посчитаешь что ты сможешь вот эти так общаться значит будешь так общаться но но все равно если ты хочешь общаться разово с человеком но с душой но лучше через гипноз все таки потому что нужен канал ну через гипноз чипс нет гипнолога потому что нужен канал он канал есть земли он может быть не чувствовать но если если ты не таким не сильно близким человеком а если сильно близким ну то есть именно земли очень плохо чувствуется канала канал канал есть но плохо чувствуется и нужно постоянно развивать канал разрабатывать на хорошо и главный здесь наверное вот нюанс да то есть у нас а когда связь это так скажем было не так что быстро доступно ну это как бы считается что про продлевает период горевания да и ну ведь как раньше все равно не будет да то есть это несбыточные так скажем надежды которые затягивают в омут что вот какая-то связь искать и как вот правильно соблюсти баланс между вот этой связью да и земной жизнью но если ты чувствуешь что канал это работает он тебе не мешает в жизни но единственное что это очень сложно почувствовать то есть ты чувствуешь что вот все душа с тобой постоянно рядом постоянно этого человека ты можешь его идти ну тогда ты бы спокойно и живешь занимаешься своими делами но это очень сложно наладить так вот чувствовать так это прям надо этим заниматься но если тебе это нужно если ты считаешь что это твое главное дело в жизни значит тогда ты но этим каналом заниматься это и время это все тогда ты этим занимаешься если ты горюешь но понимаешь у тебя куча куча дел других на земле то у тебя как-то уже нужно отстраняться немножко ну и канал откроется да там в церковь приходишь свечку ставишь думаешь об этом человеке тогда ту канал кровати так в обычной жизни тогда его закрывать а если налаживать канал да то есть какое если например просто например может такой у тебя быть ощущение что я в основном уже все в жизни сделала и вот без этого человека но никак могу никак просто этим всем занят тогда ты уделяешь больше времени своего вот установление этой связи налаживание этого канала и тогда все подходит сейчас эти все эти средства все подходят что и медитации но медитации конечно она устанавливается канал устанавливается в медитации работает уже и через трасс коммуникации и через другие работает хорошо но единственное что ты там для себя должен понимать что а ты готов вообще уже закончить свою жизнь личную и посвятить ее вот этому каналу может быть все таки не стоит так сильно увлекаться и тебя еще куча дел на земле но как это понятно вот именно что вот в этот ловушку как скажем можно вот баланс здесь и не соблюсти как раз потому что первое время это никто и не требует от тебя первое время наоборот даже эти эмоции нужны для вот это вот это вот общего которое да не подавлять их да поэтому никто первое время и не требует от тебя ничего забывать ничего наоборот полностью эти эмоции прожить максимально а дальше уже ну хочешь муж спрашивайте своих наставников хочешь сам может и понимаешь может ты сам понимаешь что тебе здесь уже ничего не интересно понятно что можно и затянуться в этот омут можно есть как бы такая опасность и ну значит спрашиваю там в гипнозе в этом спрашиваю хорошо а вот многие начинают общаться ну все равно все равно что бы ни было можно свою жизнь как бы разделить и контролировать уже через какое-то время все таки уже начать контролировать что я вот эту часть жизни посвящаю общению а эту часть жизни все-таки посвящаю себе ну это должен каждый понимать что все равно своя жизнь она вообще-то вообще-то как бы по идее по плану как можно должно быть полностью эту эмоцию прожил полностью всю энергию выплеснул и живешь своей жизнью вспоминая там ходя в церковь стоя свечки вспоминая с радостью но живешь уже своей жизнью вспоминая с радостью человека который перешел это как бы по идее так должно быть ну не все так могут и если кто-то всю жизнь так и остается на связи с решетчим это тоже это тоже такое так оно есть никто не заставит человека полностью забыть если это самое лучшее что было нет жизнь и в любом случае но другого все равно не будет поэтому сказать что нет обязательно все должны обязательно все должны забыть и больше там совершенно не только собой заниматься ну не так нельзя сказать хорошо вот когда люди начинают выстраивать канал общения вот важно понимать чем отличается общение с душой от общения с реальным человеком как вот человек привык общаться с земным да человеком когда он был воплощении то есть чем отличие при общении что надо учитывать то есть что не имеет смысла прежде спрашивайте души какая-то конкретика там можно ли какие вот что спрашивать нужно все что угодно она уже сама там ответит или не ответит понимать именно вот только то что что душа по-другому реагирует по-другому никаким образом можно обижаться можно там но никаким образом она не может реагировать так как она при жизни реагирует у нее такой нет возможности это не она сама виновата так есть поэтому ожидать от нее бурных там всплесках эмоций невозможно нужно просто понимать что если тебя человек при жизни любил то он тебя и там будет любить ну значит просто держать в памяти те эмоции которые были именно именно тогда именно вот свою память все что ты помнишь все эмоции все чувства которые помнишь их пытаться сохранять мы если ты не можешь никого в другом месте их получить тебе же нужно их получать значит тогда уже просто из памяти вы эти эмоции черпать из памяти потому что на душа не сможете дать эмоции никак вообще-то правильно правильнее было бы эмоции уже в другом месте черпать не из этой ну нет общения с душой правильнее было бы ну не все это могут не все могут найти источник откуда черпать эти эмоции значит тогда только из своей памяти их черпать а почему у души нет таких вот эмоций ну потому что ну а смысл тогда было бы что люди там что люди там а зачем тогда переходить вообще если бы все было одинаково эмоции такой спектр широкий эмоционально земное да то есть там более сбалансировано так скажем более там эти да вот эти все траты все эти они нужны там всплески все эти буря они там не нужны то есть там ты не тратишь энергию на какие-то переживания там ты просто наслаждаешься просто вот наслаждаешься всем и всегда тебе что-то переживать что-то там нет такой необходимости хорошо вот еще часто такие вот единственное что да что непонятность земли можно так сказать что душа ну наслаждается она наслаждается и каналом общения со своими близкими оставшимися на земле и так же равно наслаждается красотой вот такой тонкого плана и может быть земле это может быть обидно что душа не больше там им не уделяет внимание ну вот так вот она есть душа равна уделяет внимание всему вся ее энергия равно распределяется ну по всему что ну как бы по своим по всем своим интересам не то что вот она душа прям полностью сосредоточена только на своих близких есть такое есть такие вот эти как привидения ну это все таки не основном не в основном не так много а основные все души у них они и тому и тому и тому всему уделяют внимание всему что им интересно ну и в том числе и близким не в первую очередь близким а в том числе и близким ну да еще важно наверное понимать что потеряли только мы на земле то есть души мы как бы на ладони на расстоянии мысли и мы не потеряны никогда не были ну вот это именно ну а земли понять это ну очень сложно очень сложно у нас специально вот это вот это вот иллюзия недостаточности да то что мы вот ну что-то кого-то но она может быть не иллюзия она может и на самом деле так ну да здесь она очень даже реально физически там то допустим сверху ты можешь потрогать сверху душа может потрогать близкого человека своего но близкий человек душу прям так потрогать физически не может поэтому физического нет и и пустота это не иллюзия это реальность тут только вот на ментальном плане понимать это эту близость и пустоту это заполнять ну либо либо на ментальном плане общением либо другим просто заполнять а вот можно ли сказать что хотя бы конечно человек должен понимать что ну хотя бы там 50 на 50 должен заполнять нет не полностью туда уходить иначе он не выполнит свою программу можно ли сказать что вот эта иллюзия недостаточности она как бы вот стимулирует человека ну душу и не быть целостным самой по себе как бы вот самый достаточно такой как бы ну в хорошем плане значит что забывать про родственную душу это такое как урок или нет такой не стоит но именно одна из разными бывают задачи но одна из задач именно оставшемуся человеку здесь найти другие интересы для себя то есть именно почувствовать свою самому свою личную свою целостность личную не что ты в зависимости от другого человека что ты только вот ты есть это ты есть это часть другого человека именно что почувствуешь что ты сам есть по себе но в земле на земле это не все могут так почувствовать не все могут понять вот еще часто спорят что вот ты его не отпускаешь ты каждый день ну а значит это зовешь у них души свои дела там тоже надо развиваться там то есть как правильно в этом случае поступать скорее всего это так говорят чтобы именно чтобы сам человек на земле мог свою жизнь прожить именно для этого ну что если ты будешь постоянно постоянно с душой перешедшего то ты не будешь заниматься своими делами ну на самом деле можно найти гармонию половину жизни своей тратить на общение половину жизни нас на себя так говорят именно из-за ну чтобы человека оттолкнуть души это не ну вот потому кошечке ну это не мешает пока не знаю я не видела кому это мешает ну на душе душе именно а человеку это может мешать в том плане что он совершенно от своих дел отстраняется только полностью хочет слиться с перешедшим хорошо так вот еще вопрос учителю ну вот у нас на земле да уже в принципе известно более-менее до стадии которые проходят горюющий то есть это сначала шок отрицание это автоматизм потом гнев обида на врачей там на бога на так далее да и вот часто часто потом вот люди вот где еще начинает затормаживаться да вот проживание этих эмоций это вот чувство вины да особенно если человек ушел как-то ну не от болезни там старости а ну в каком-то инциденте да то есть вот вот этот вина перед умершим вот как человек может как человеку правильное отношение к этому выстроить то есть обижен ли злиться ли душа на человека за что-то там виноват ли человеку смерть то есть как бы с этим чувством вины наверное надо все-таки конкретный случай смотреть где где ну то есть вину вину испытывают каждый оставшийся перед перешедшим ну не знаю практически каждый ну то именно близкий человек если вину испытывает значит на первом этапе там дальше уже отходит кто-то все-таки понимает что нет моей вины нет а кто-то остается душа надо все-таки смотреть каждый в отдельности случай потому что в основном конечно же души не считают что там оставшийся виноват потому что в основном оставшиеся считают что они виноваты потому что они остались не потому что они что-то не сделали основной если прям копаться оставшийся виноват потому что он остался а тот ушел в таком случае конечно же душа ничего не испытывает никаких там не обид ничего но есть просто какие-то конкретные случаи где может быть действительно оставшийся виноват а надо уже разбираться конкретно я думаю виноват он тоже было запланировано чтобы он чувствовал чувство вины там то есть если программе то нужно разбираться конкретно каждый да но основное все основные все если вот почему я мог бы сделать так я мог бы сделать всяк и она вроде как действительно кажется что мог бы если если допустим так что как все предугадаешь что там от тебя зависит то то это тогда ну тогда души не не чувствует ничего там не обижаются ничего но но есть просто случай когда прям действительно может быть душа и несмотря на то что она вся там в блаженстве и в радости и в есть случае когда душа обижается но это какие-то разбираться почему потому что есть же случай что кто-то не доработал программу не доработал не обязательно что там все по программе было все может что-то или по программе пойти хорошо и потом программа но в любом случае программы это не прям уж написанная книга которые примут от начала до конца все написано в любом случае конечно варианты есть все равно хорошо и дальше наступает после этих угрызений совести так скажем большой такой этап который как правило какая-то апатия появляется у кого-то вы развивается может депрессия да как правило это волнами происходит охлёстывает нахлёстывает плоть там скажем до 9 вала горя до человека плачет может замкнуться в себе на то есть он смысл жизни потерян часто то есть вот в этой ситуации да вот когда если человеку сейчас находится в этой ситуации как вот ему вот эту точку вот скажем самую низшую точку преодолеть это что может помочь да нужно переживать все равно нужно время на это никак не скажешь что быстрее 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 ты переживай ну как что говорят нельзя плакать это только человеку будет от этого хуже наоборот да наоборот он может получить от этого стресс и если 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 смотреть со стороны человека а если смотреть сверху то он не до конца выплеснет все эти эмоции соответственно вот этого вот обмена энергиями не получится ну получится какой-то ну допустим нужно было от него получить условно условно от этой ситуации нужно было получить там 100 единиц энергии если он в себе зажимал это если он душил в себе эти слезы то он смог выкислить только 80 процентов энергии а 20 тогда сгорела и сгорела но сгорела именно в нем и сожгло его же самого поэтому конечно все это горевание оно должно прожить должно пробыть пройти ну ну просто что ну кто-то и не может из этого выйти не скажешь что все должны делать так ну если кто-то не может из этого выйти заставить как его заставить выйти зато в основном конечно как надо как должно быть ну полностью погоревал полностью все выгоревал все всю боль и дальше живешь уже как хочешь хочешь там 50 процентов жизни тратишь на общение 50 процентов на себя хочешь хочешь там 10 процентов жизни тратишь на общение все на себя остальное хочешь если считаешь нужно вообще забыл права ну такого допустим невозможно ну как но сказать что кто-то прям вот вот он говорит я хочу жить в этом кто ему скажет что нельзя так жить нельзя ну кто его заставит хорошо ну он тогда получится тогда что он эту жизнь будет проживать так в горе в своем ну в следующем в жизни тогда еще раз ситуацию пойдет ну ну кто его заставит в этой жизни ну то есть вот это я допустим говорю что правильно прожить полностью и полностью пережить и все-таки какой-то в следующий этап перейти человек услышит это скажет да действительно так надо есть люди которые все-таки посвящают этому всю жизнь ну это неправильно ну земля на то и есть чтобы не делать все правильно и все идеально ну ну тем не менее да этот цикл в какой-то жизни тоже точно человек пройдет ну при других может быть обстоятельства может более хуже может быть ну просто но никто не заставит человека делать так как если он не может вывести он не может из этого состояние не может ничего себе и в последнем там да то есть вот в стадиях это собственно принятие да вот уже полная реорганизация где умерший уже перестает фигурировать ну в планах в событиях и ну уже не у всех так не у всех так это не у нельзя сказать что это стопроцентно так если человек очень сильно переживал решедший он себе создаст какие то есть человек создаст себе какие то это ситуация что вот он с этим перешедшим рядом и перешедший с ним проходит дальше жизненные пути вот и как вот свете да вот особенно вот этих новых всех технологий то есть просто это ну то есть ты не держишь его ты не как бы не то чтобы ты цепляешься да за него это просто новый вид существования до человека с тонким планом живет так же как в других внеземных цивилизациях сириусе там или остальных да что человек просто переходит другое энергия другое агрегат а также у нас на земле сейчас это уже ну не то что и не это наше времени они раньше то люди тоже так могли но просто они раньше не могли так какие нибудь там массово так не могли а сейчас ну так живешь ну просто понятно что может быть правильнее было бы найти себе другого человека именно земного может быть не все это могут сделать и поэтому ну то есть в твоей реальной земной жизни присутствует человек с другого мира он уже как ты его там чувствуешь сильно не сильно он тебе и советует он проживает с тобой какие-то события переживать с тобой какие-то эмоции это уже у тебя в голове все-таки не столько ты ему мешаешь сильно он просто в тебе живет ну ему лично душе лично не сильно ты мешаешь потому что у него связь как есть так и есть она все равно есть чувствуешь ты ее не чувствуешь ты ее она есть вот если ты ее чувствуешь значит как бы вы едины не чувствуешь значит просто душа тебе посылает эту связь ну да я думаю если душа захочет подтолкнуть тебя именно что тебе нужно все-таки больше земной жизни заниматься то эта связь в принципе она может быть не сказать что душа не такая всесильная что раз заставила тебя что-то делать ну связи влиять можно есть своя душа и ты точно так же можешь связь эту поддерживать я не думаю нет что душа может перешедшая душа будет влиять на качество связь у него есть канал вот он канал есть а уже это уже дело человека канал этот хорошо его чувствовать или плохо его чувствовать если к быть этом что там по программе не по программе души все-таки канал вот есть так и вопрос учителя есть следующее здесь вот именно что там будешь по программе это по твоей программе поэтому душа не будет вмешиваться в твою программу если по твоей программе забыть его или не забыть его это уже твоя программа а не его ну и так уже условно прям в программах все-таки там не может быть расписано в программе все вот прям прям до самой самой мелочи забыть и забыть это уже такие мелочи которые решаются по ходу жизни хорошо из и вопрос учителю да тут те кто остаются на земле да они всегда хотят помочь душе близкую человеку то есть как можно помочь душе ушедшего человека все говорят абсолютно все свечами и памятью обязательно а там уже как ты это хочешь в церковь молись ходи хочешь просто сам по себе думай об этом человеке прям если хочешь ну то есть память она не мешает она наоборот помогает то есть свеча это своего рода именно важно с каким энергетическим посылом да да то есть нужно конечно же именно когда свечу ставишь нужно конечно же думать об этом решить даже если ты не ставишь свечу но думаешь что все равно тоже помогает свеча просто помогает кого поднять пасы ну а там кто-то считает что молитва больше помогает кто-то считает что просто мысли помогают что конечно в церкви такой канал общий канал открыт конечно то есть легче посыл доходят если это легче посыл но не значит что все должны постоянно в церкви сидеть ну но но периодически ходить ну если вот именно с этой целью там другие цели это уже другое именно с этой целью чтобы отправить кусочек энергии перешедшему с этой целью ну да в церкви тоже ну а там уже твое дело хочешь часто хочешь не часто хорошо а вот влияние ритуалов да какое оно например нужно ли делать отпевание ставить свечу за упокой ну для да для людей нужно чтобы уже спокойно быть что мы сделали все по правилам точно так же как и праздник допустим на празднике если ты не подаришь подарок ты будешь чувствовать что что-то ты не так сделал так же здесь все правила прописаны ну лучше их выполнить чтобы уже самому быть спокойнее то есть это больше нужно именно родственникам чем самой души или все-таки душе нужно душе физически не нужно но как канал что о нем вот прямо вот какой-то посыл тоже посыл только народу собирается и прямо вот такой посыл единый отправляют или там допустим 40 дней либо один человек в 40 дней либо они все в разных местах вспомнили либо они все вместе собрались это уже какой будет посыл все понятно то есть родственникам это помогает как бы фиксацию принятия ухода да вот принять факт и почувствовать вот каждому родственнику приятно понимать что о перешедшем человеке помнят и вот они все вместе объединились им это как-то легче что мы все вместе мы все помним о нем а перешедшему легче что посыл все-таки все равно единый доходит ну как этот про этот пучок про веник как про веник говорят здесь вот такая же ситуация на кладбище как правильно себя вести то есть были сеансы да где там душу жаловались что вот утопают в слезах какое правильное вот отношение то есть тебе нужно сто процентов сто там единиц выплеснуть энергии ну в этой в горе в этом выплеснуть сто единиц энергии если ты не будешь плакать то выплеснешь меньше такой же тут здесь то же самое все то же самое да что если ты будешь сдерживаться и не плакать то ты просто не до выплеснешь то что ты должен выплеснуть ну это понятно что душе приятно конечно положительной энергии получать но вначале это нормально абсолютно что надо это выплеснуть сказать что на кладбище нельзя плакать это значит что просто потом пойдешь в сумасшедший дом сам или за ним же или за ним же на кладбище когда человек приходит на кладбище есть такое понимание что душа спускается вниз и тоже присутствует там или это всегда независимо от кладбища происходит когда мы в мыслях как моменты когда душа спускается есть таки независимо и на кладбище в том числе может быть но может быть просто не кладбище это привязано не к могиле это привязано а то что вот пришли несколько родственников объединились во всем этом ну не значит что ему через кладбище легче переходить ну приходить в смысле нет просто может быть на кладбище легче почувствовать потому что там вот такая атмосфера такая энергетика и легче это почувствовать вот может такое быть легче может быть земли установить связь на кладбище а ему самому оттуда сверху не важно а как это происходит вот тоже есть такое понимание что чтобы душе условно говоря спуститься сюда надо потратить много энергии или это не так в любом случае чем дальше тем спускается он все равно реже в любом случае все равно расширяются его знания расширяются его все там интересы он ровно относится ко всему но если он допустим раньше вот только после перехода у него были интересы вот он видел только это это и родственников если там все взять за сто процентов то он видел допустим 50 процентов вокруг себя и 50 процентов родственников и дальше 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 он видит уже вокруг себя уже восемьдесят процентов на родственников остается уже двадцать поэтому у него появляется больше интересов не потому что у него меньше интереса к родственникам но у него просто больше интересов появляется других тоже это это можно также аналогию в жизни привести или люди сидят просто в одной постоянно вместе постоянно вместе или люди ну живут одной семьей но путешествуют раздельно там вроде бы как считается что они меньше друг другом общаются на семья не важно не значит не обязательно не обязательно что семья которая вместе постоянные семья которая постоянно где-то раздельно не обязательно что не друг друга меньше любят ну всем семьях это не обязательно может быть семья который меньше времени проводят они любят друг друга еще больше может быть но времени проводят вместе меньше жизни здесь также что они на первом этапе да они больше времени вместе фото дальше не так часто вместе но канал всегда есть хорошо и вопрос учителя от родным близким как все-таки правильно взаимодействовать особенно на ранних стадиях с потерявшим все-таки лучше разговариваю расскажу какие-то примеры вспоминать из жизни хорошие радостные конечно же не обвинять конечно же но тоже разные бывают ситуации бывают что действительно человек виноват в смерти бывает такое но тут если близкие хотят чтобы тот кто больше всего горит чтобы он вышел из ситуации то конечно близкие должны перешедшего вспоминать должны вспоминать должны о нем говорить но вспоминать радостный момент ну тут просто нельзя сказать все на земле не должны обвинять потому что разные бывают ситуации правильно будет чтобы чтобы улегче выйти правильно будет все это хорошее не все так могут хорошо и не могли бы еще вот кратко объяснить людям чем занимается собственно же вот душа после перехода да чем души занимаются скажешь душ или арт точи после самого перехода пока ослаиваются потом блаженствуют валяются плавают летают так сказать потихонечку идут вперед вспоминают свои примеряются мысли свои интересы которые были на земле примеряют как можно их использовать здесь в этом мире в изменившихся ну возьми все условиях чтобы все что им нравится все что они любят чтобы тоже делать так же это и новые ну и новое изучать но дальше уже потом пусть может быть уже позже потом и забывают то чем они на земле занимались но с ним тоже не забывают просто это не нужно уже делать потому что них много другого может быть антарий он то есть как говорят что там кто-то там из пьет хочет он весь пьет хочет ходит ну привык им коры ходить хочет в горы ходят привык там на машине кататься хочет поможอนи катается дальше уже потом когда освоится ну может уже и не будет в машине кататься будет без машины летать а может на машине будет и всему это нравится ну то есть адаптация когда пройдет земное забывается постепенно но если я думаю следующее воплощение запланировано то наброс специально наверно еще будет делать так чтобы земле не инопланетянином жить поддерживать форум не ну просто как следующее воплощение но может быть и на земле другой планете какой-то другой потом 5 на земле может там или может быть что на земле а потом уже все только на других планетах и при этом поддерживает как бы связь да то есть те каналы которые здесь земли идут и от него вниз то есть вот эти все каналы принципе они ну со временем они отпадут когда там уже все перейдут сами земли наверх но основном все таки да все группа группа все-таки где-то вместе группы воплощаются идут и обратно ну и есть и такое что кто-то может быть кому-то может это не надо им один сам по себе где-то там ушел хорошо так ну и что-то учитель еще хотел бы сказать вот сейчас нас слушать вот эти различные до люди которые вот разных стадиях да наверно говори еще находимся чтобы вот подытожить чтобы хотели рассказать ну что все равно все на земле неоднозначно и сказать что сказать что человек допустим не может выйти из этого состояния всю жизнь прожил свою во первых разные абсолютно ситуации и кто-то потерял близкого человека уже в взрывом возрасте и оставшиеся годы провел в переживаниях об этом человеке ну нельзя сказать что это плохо что все там прям его жизнь теперь он будет переживать опять эту ситуацию следующим следующем воплощение ну у всех разное все конечно 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 нужно вообще-то по правильному жить своей жизни по правильному ну и у всех это все мы получается потому что если допустим у жены жене там то есть правильнее всего конечно же основное на себя делать упор на свои на свои там интересы и помнить помнить перешедшего но ну жить своей жизни но не у всех это получается потому что если допустим у жены жене там 60-70 лет и у нее муж перешел уже своими интересами жить очень сложно или там допустим девушке 20 лет и у нее любимый человек перешел тут уже совершенно другая ситуация поэтому все исходя из ситуации все тогда благодаря учителя и прощаемся да да а 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